Норвежские археологи сделали уникальную находку. Просканировав один из древних курганов, они обнаружили, что в нем находится нечто большее, чем традиционное захоронение. В ходе раскопок в кургане был обнаружен корабль длиной 20 метров. Один из самых больших погребальных кораблей викингов. Теперь ученые выдвигают версии о его назначении и о том, как такой огромный корабль попал в курган. Норвежский институт исследований и культурного наследия сообщил сенсационную новость. При сканировании одного из курганов в графстве Эстфол на радаре были обнаружены контуры древней ладьи с килием. Частично были видны элементы обшивки. Древняя ладья была обнаружена примерно в полуметре под землей. Ученые считают, что корабль был захоронен более тысячи лет назад и стал местом последнего упокоения выдающегося конунга или правительницы викингов. По словам экспертов, нетронутые погребальные ладьи викингов такого размера встречаются крайне редко. «Я думаю, что в данном случае речь идет о находке столетия», – сказал археолог Ян Билл, куратор кораблей викингов в Музее истории и культуры Восло. «Это довольно впечатляющая находка для археологов всего мира». Корабль является частью кладбища, которое также содержит по меньшей мере семь курганов, представляющих собой кополообразные холмы из земли и камней, сложенных на вершинах могил. Также возле кладбища были обнаружены останки пяти так называемых длинных домов. Корабль был самой заветной мечтой любого викинга. И если викинг не погибал в море, то его хоронили на собственном корабле на суше. В качестве погребальных ладей использовались настоящие корабли. А трупы часто хоронили с оружием, глиняной посудой и рогами для питья. Еще один малоизвестный аспект культуры викингов – это то, что в английском языке до сих пор используется довольно большое количество их слов. Погребения на кораблях имели большое значение для норвежцев, и подобным образом хоронили, как правило, только доблестных воинов и вождей. Впоследствии археологи рассказали о своем открытии. «Когда мы просветили курган радаром, то внутри его обнаружили аномалию», – рассказывает автор исследования доктор Кнут Паше. «Таинственная форма явно имела форму и размеры корабля викингов. К сожалению, мы не могли утверждать, насколько хорошо он сохранился. Под землей был корабль, но трудно сказать, сколько древесины осталось спустя столько времени. Ученые надеются, что это открытие даст представление об экспедициях викингов в середине века. «Эта находка невероятно захватывающая, поскольку мы знаем только о трех хорошо сохранившихся кораблях викингов в Норвегии. Этот новый корабль, безусловно, будет иметь большое историческое значение, поскольку его можно будет исследовать всеми современными средствами», – сказал Паше. Загадкой остается то, как погребальная ладья попала в Курган. Археологи считают, что корабль вытащили на берег в близлежащем Кослов-фьорду. «Такие корабли, по сути, являлись чем-то вроде гробов», – говорит Паше. На борту хоронили только одного конунга, или его жену, или местного вождя Ярла. Паше планирует вернуться к Кургану весной 2019 года, чтобы провести более детальное сканирование, в том числе с помощью магнитометра. Возможно, археологи выкопают контрольные траншеи, чтобы увидеть состояние корабля. Если они найдут древесину из корпуса корабля, сохранившуюся под землей, это поможет датировать находку. По данным National Geographic, шансы найти сокровища конунга невелики, поскольку погребения были отчетливо видны на ландшафте. Многие захоронения эпохи викингов были разграблены много веков назад. Первый корабль викингов, который был раскопан учеными в Великобритании, обнаружили в самой западной части Шотландии. В погребальной ладье находился человек, который был похоронен со своим щитом, мечом, копьем и прочими вещами, включая ирландскую брошь и рок для питья. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.